Обещаться не любым в Российской Федерации. Владимира Ломакина арестовали в марте 2011 года, спустя ровно два года после убийства. Он давал свидетельские показания по совершенно другому делу и вдруг написал явку с повинной. Свидетелем против него выступил бывший собутыльник. Следственные органы были поражены мотиву. Жертва всего лишь наступила пьяному подростку на ногу. В ходе предварительного следствия было установлено, что он встретился с потерпевшей 14 марта ночью на территории гимназии, напротив пивбара Пико. Незначительный повод произошел. Произошла ссора, в результате которой он ударил ее ножом и потерпевшая погибла. Сегодня подсудимому Владимиру Ломакину 19 лет, но судили его как несовершеннолетнего. На момент преступления ему было 17. В учет пошло и полное признание вины. Наиболее суровое наказание не может превышать для несовершеннолетнего 10 лет лишения свободы. С учетом явки с повинной, а это пункт И ст. 61 Уголовного кодекса РФ, наказание не может превышать 2 третей от максимального срока наказания. То есть это 6 лет, чуть больше 6 лет лишения свободы. 6 лет, 6 месяцев. Это максимум наказания, которое было назначить Ломакину. В итоге прокуратура запросила для Ломакина 5 лет лишения свободы. Именно на такой срок суд и отправил его в колонию общего режима. Ломакина Владимира Сергеевича признательного в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1 Уголовного кодекса РФ и назначенному наказанию в виде лишения свободы срока на 5 лет. Осужденный Ломакин приговорил вам ясно. Судебный заседательный закон. К пяти годам молодому человеку добавили еще три месяца. За неотбытое наказание за предыдущее преступление. В тюрьму он отправился прямо из зала суда. О желании обжаловать приговор осужденный не заявлял.